меня достал opel вот это ведро ребята как можно было это сделать выходные 8 марта с утра поехал в одну сторону съездил все хорошо в обратную сторону съездил тачка перестала ехать тапку в пол она даже не пытается шевелиться тихонечко такая ползает и на холостых появился такой рокот дизельный короче как обычно у меня все через одно место 23 февраля мне нарисовали пищуны на тачке 8 марта у меня машина начала хандрить пропала тяга начался дизельный рокот все это нам говорит о том что беда системой фазораспределения вот на наша ошибка 1161 о странно рокот пропал и треск пропал ну что тут сказать это opel ошибка осталась дизелить перестал сейчас посмотрим что будет по поводу тяги о чем это нам говорит это говорит нам об извечной проблеме двигателя экотек компания opel это система изменения фаз газораспределения так она называется прикол то в том что у меня там все новое стоит шестеренки фазораспределители сами клапана на впуск на выпуск ремень грм стоит новый короче новые все это вся система она вся новая полгода назад отмененная причем это не дешевое удовольствие опять же симптомы те же самые да как так то вообще кстати у opel продали пани джем продала opel альянсу peugeot citroen я даже в страшном сне будет представить что это получится peugeot citroen и opel это будет такой адский сатана у тачки болячьи это вообще как грязи причем не важно новая старая из особенностей это сим модуль в руле который отвечает за кнопочки управление на руле макатолой то же самое за клаксон это все идет по бороде это в свое время это меняли по гарантии они меняли не сим модуль жопошинки а они просто вставляли такую скобу которая там что-то зажимала и он вроде как еще работает я эту скобу себе ставил до полгода хватило это скобы сегодня это наверное обращение уже не только к opel а ко всем автоопроводителям потому что как мы уже говорили раньше было лучше тачки раньше делались на века сейчас тачки делаются на 2-3 года на 100 тысяч километров пробега и потом все это внутили идет ну либо их покупают такие лошпеды как я которые потом разлюбиваются со всей этой бедой машина проездила не была в сервисе два с лишним месяца это самый большой период за год владения который прошел без каких-либо вмешательств в эту машину я уже начал радоваться даже не то что радоваться удивляться ооо третий месяц я ничего не делаю и бац получи эту херню пацаны которые занимаются у меня ремонтом моей машины они сказали типа ты че нельзя так пропель говорить что типа ооо третий месяц уже ездит нужно каждое утро садиться за руль с одной лишь фразой в голове лишь бы ничего не наебалось лось у меня иной раз просто охота взять и нахрен ее продать но самое забавное что я куплю за те же самые 400 тысяч ну короче проанализировав рынок я пришел к выводу что да хрен мне езди и разлюбливайся дальше с этим корытом насколько ее хватит а точнее насколько меня хватит моего терпения потому что в этой машине перебрали уже все салон еще не трогали ну слава богу тут то вроде ничего еще не отваливается задрало пель да как так то и вот че делать дальше маяться или продавать а если продавать то че покупать накипело это я что с освещением да все ехал рожа желтая всю картинку опять все пролюбил опять с рукожопил ну с другой стороны у нас такой классный тандем рукожоп на рукожопной тачке красота как то так КОНЕЦ